Новости в эфире. В студии Гульнара Жендагулова. Сурдоперевод Хасан Исраилов. Здравствуйте. Продолжается рабочая поездка главы государства в Алматы. Началась она с посещения нового международного терминала, благодаря которому только до конца года запустят еще 10 авиарейсов. Идут активные переговоры об открытии прямых рейсов из Нью-Йорка, Токио и Сингапура. Если в цифрах, пропускная способность увеличится до 14 миллионов пассажиров в год. Расширится и грузовой потенциал Алматы. Айгуля Монтаева расскажет подробности. Долгожданное событие для Алматы, да, впрочем, и не только. У самого загруженного аэропорта в стране появился новый терминал. На старую алматинскую воздушную гавань жаловались много. Постоянные давки у паспортного контроля, пробки перед зданием. Проблема, можно сказать, решена. За моей спиной тот самый новый терминал. Это абсолютно другой уровень. 55 тысяч квадратных метров стекла. Новый терминал позволит увеличить пропускную способность почти в два раза. До 14 миллионов пассажиров в год. Алматинцев и гостей города Яблок обеспечат комфортом по последним стандартам. Никаких заторов на паспортном контроле в зоне вылета. Пассажиров будут обслуживать 20 кабин и еще 4 умные, без участия пограничников. Это когда система распознает биометрические данные пассажира и сверяет их с паспортом автоматически. Новый терминал аэропорта посетил сегодня глава государства. В прошлом году аэропорт Алматы обслужил 9,5 миллионов пассажиров. Это на 49% выше уровня существовавшего до пандемии и является историческим максимумом. Мы добавили новые международные направления, увеличив их общее количество до 69. На сегодняшний день из Алматы летают 37 авиакомпаний, а количество грузовых авиакомпаний увеличилось до 16. Новый терминал аэропорта станет не только самым крупным в Центральной Азии, но и первым сертифицированным по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies. Проще говоря, терминал полностью зеленый с использованием экологически чистых технологий. Для инвесторов этот пункт при решении финансирования был одним из ключевых. У нас в ЕБРР очень важное внимание уделяется устойчивости инфраструктуры. Поэтому это здание, в котором мы находимся, так называемое зеленое здание, оно сертифицировано. Здесь были использованы самые современные материалы с точки зрения изоляции. И инвестор проекта TAF Airpods, они, конечно, использовали на лучшие практики по энергоэффективности, по эффективности воды. Кстати, ответ аэропорта на главную фобию алматинцев по поводу сейсмоустойчивости здания. Современные стандарты, использованные при строительстве нового терминала, позволят воздушной гавани выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. К слову, Космошмар Токаев два года назад лично закладывал капсулу на месте строительства новой воздушной гавани. А завтра терминал уже примет первые рейсы. Сейчас с аэропорта Алматы после полета осуществляется по 67 направлениям маршрутом. В 26 стран в неделю осуществляется 342 рейсов. С вводом в эксплуатацию данного аэропорта, аэровокзального комплекса, только в текущем году дополнительно новых 10 маршрутов включается. Это только международные. Безусловно, в следующий год прорабатываем возможность вылета. Это Сингапур, это Токио, это Нью-Йорк. Прямые авиарейсы именно с аэропорта Алматы. Кроме того, новый терминал позволит расширить грузовые возможности аэропорта, в том числе и обработку грузов в два раза до 200 тысяч тонн в год. Это, безусловно, дополнительное преимущество для потенциальных инвесторов страны, а еще туристический потенциал города Яблок, который становится еще привлекательнее. Только в прошлом году алматинские горы увидели больше двух миллионов туристов. Айгуля Монтаева, Айдос Медельбеков, Дулат Янтибеков. При содействии телерадиокомплекса президента 24КЗ Алматы. Предложение по улучшению качества дорог выслушал президент на встрече с главой компании Дорожный научно-производственный центр. Багдад Тилтаев рассказал президенту о ключевых проблемах, вызовах больших городов и способах их решения. Так, например, успешно используется в дорожном строительстве асфальтобетон с полимерными добавками. Данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям. Касамжимар Тукаев поручил продолжать научные исследования и внедрять передовые технологии для повышения качества и безопасности дорожной инфраструктуры. Сотни компаний и учебных заведений по всему Казахстану подключились к проекту Эко-нетворк. Об этом президенту сообщил эколог Евгений Мухаммеджанов. В беседе обсудили, как формировать экологическую культуру и вовлекать граждан, НПО и бизнес в решение экологических проблем. Глава государства отметил актуальность таких направлений проекта, как Эко-хаб, Зеленый офис, Зеленая школа. Их задача – формирование бережного отношения человека к окружающей среде, а также сортировка и переработка бытовых отходов. Президент обратил внимание на то, что инициативы эколога перекликаются с идеологией общенациональной экологической акции «Таза Казахстан». Десять ученых из Алматы сегодня стали обладателями квартир. Жилищные сертификаты в торжественной обстановке они получили из рук президента. Глава государства рассказала им о том, каким образом будут в стране продвигать науку. Это гранты и международные стажировки для 500 ученых. Символично, что встреча президента с учеными Алматы прошла в здании бывшей Академии наук. Как и почти век назад, когда здесь трудился выдающийся академик Каныш Сатпаев, сегодня в здании с новым названием «Галым Ордасе» двигают вперед науку уже современные ученые. Здание требует ремонта, но при этом надо сохранить исторический облик, отметил президент. А еще много говорили о будущем казахстанской науке. А о будущем говорить сложно, когда страна полагается только на сырье. Новая нефть страны – ученые, инженеры, изобретатели. Наш стратегический курс нацелен на поступательное укрепление нашей государственности и повышение благополучия народа. Важно, чтобы все граждане, в особенности молодежь, хорошо понимали это и не оставались в стороне от реформ. Именно новому поколению предстоит включиться в процесс преобразования и в полной мере ощутить плоды, проводимых в нашей стране реформ. Науку нужно продвигать в первую очередь на законодательном уровне. Важный и долгожданный документ – законопроект о науке и технологической политике. Вчера Сенат одобрил его в первом чтении – усовершенствовать систему управления наукой и обеспечить социальную поддержку ученых. Пункты, на которых президент остановился отдельно. Бюджет науки растет, количество грантов на подготовку кадров за последние годы увеличилось в полтора раза. В Казахстане действует 12 филиалов престижных вузов мира. Активно проводят научные исследования, открываются технологические парки и инженерные центры. Ежегодно 500 ученых проходят стажировку за рубежом. При этом ориентироваться на партнерство и взаимопонимание, а не создавать стены отчуждения и недоверия – другое заявление президента. В мире, где не затухают конфликты и войны, казахстанская созидательная политика – тернистый путь, где без терпения и твердости не обойтись. Однако страна продолжит делать выбор в пользу дипломатии и диалога. Мы находимся сейчас в процессе реализации всесторонних реформ внутри страны, а также проводим сбалансированную внешнюю политику, исходя из наших национальных интересов, а не из соображений какой-либо политической конъюнктуры или в угоду пристрастным мнениям со стороны. Для меня, как главы государства, на первом месте стоят ценности нашей независимости, благополучия народа и поступательное развитие страны. Я всегда следую этому принципу. Успех за наукой Косможмар Тукаев не упускает возможности пообщаться с учеными даже во время зарубежных визитов. Один из последних состоялся в Сингапуре учиться у лучших, привести знания в страну и использовать их на благо отечественных ноу-хау. А еще быть открытым к миру и стремиться к инновациям. Шокан, Абай, Алихан, Ахмед, Кханыш. Когда-то они поражали мир своим интеллектом, сегодня много талантливых казахстанцев благодаря своим знаниям покоряют мир. Одаренные, целеустремленные, трудолюбивая молодежь, в том числе ученые, яркий символ современного Казахстана. Молодые и высокообразованные граждане являются главным капиталом нашей нации и ключевым двигателем позитивных перемен в обществе. Во все времена наш народ был открыт ко всему новому, стремился к знаниям, творчеству и созиданию, превозносил ценности, единство и солидарности. Сегодня высокий уровень образования, прогрессивное мышление, гражданская ответственность, уникальное поле язычия и культурное многообразие являются базовыми составляющими нашей национальной идентичности и ключевыми элементами так называемой казахской мягкой силы. Исходить из опережающей и недогоняющей модели развития, иначе это будет вечная гонка за тенью. Важно в полной мере использовать все имеющиеся ресурсы и конкурентные преимущества, подчеркнул президент. В условиях глобальной научно-технической революции резко возрастает роль ученых, интеллектуалов. Однако даже самые богатые страны не могут себе позволить проводить исследования на высоком уровне во всех сферах. Наши ученые не должны ограничиваться сугубо теоретическими изысканиями в тиши кабинетов, хотя это крайне важно. Надо выходить в поле, заниматься прикладными исследованиями. Нам нужны инновационные проекты и прорывные решения в критически важных для нашей экономики отраслях. В первую очередь следует уделить внимание дальнейшей цифровизации всех процессов и сфер жизни. Здесь ключевое значение имеет синергия усилий молодых ученых, инженеров и предпринимателей. Экономика знаний в корне поменяла все прежние представления о высокотехнологичном бизнесе. Сейчас главным преимуществом является не огромный капитал или большой штат сотрудников, а способность генерировать уникальные идеи и быстро реализовывать их на практике. Другая амбициозная задача – стать одним из крупнейших цифровых хабов Евразии, ускорить повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта. По прогнозам экспертов, уже к 2030 году вклад данной технологии в глобальную экономику достигнет 16 триллионов долларов. Чтобы поймать свою волну, нужно скорее создать экосистему искусственного интеллекта, заявил президент. Айгуля Монтаева, Айдос Медельбеков, Дулат Янтибеков. Присодействие телерадиокомплекса президента 24КЗ Алматы. Комиссия по возврату незаконных активов обратит в доход государства дополнительно 235 миллиардов тенге. Из них 230 миллиардов тенге будут перечислены на счет Министерства финансов. Также в собственность государства передаются акции предприятий, недра пользования, земельные участки и административные здания в Алматы. Об этом стало известно на заседании под председательством главы Кабмина. Отмечу, с начала года на основании решений комиссии государству возвращены активы на сумму больше 325 миллиардов тенге, в том числе денежные средства, 13 тысяч гектаров земли, предметы историко-культурного наследия и дорогостоящие ювелирные изделия. В Туркестанской области построят крупнейший в стране тепличный комплекс на 240 тысяч тонн овощей. Об этом стало известно на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с руководителем агропромышленного холдинга «Экокультура» Александром Рудаковым. Это крупнейшее предприятие по выращиванию экологически чистых овощей в закрытом грунте. Годовой объем продукции больше 300 тысяч тонн. Сейчас холдинг строит тепличный комплекс в Келесском районе. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на внешний. Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года. Олжас Бектенов отметил, что продовольственная безопасность, обеспечение казахстанцев качественными и недорогими продуктами в приоритете. Численность сайгаков в Казахстане превысила 2 миллиона 800 тысяч особей. Самой многочисленной популяцией признали уральскую. Следом идут бетпак «Долинская» и «Устюрцкая». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира. Авиаучет парнокопытных провели инспекторы ведомства вместе со специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. По их подсчетам, количество всех трех популяций в сравнении с прошлым годом выросло почти наполовину. В Шымкенте почтили память жертв политических репрессий и голода. Горожане возложили цветы к мемориалу Хасирет. Среди участников дня скорби общественные деятели, историки и писатели. В 30-х годах прошлого века на юге страны репрессировали более 7 тысяч граждан. Около 2,5 тысяч из них признали врагами народа и расстреляли на месте нынешнего мемориала. Комиссия по реабилитации продолжает работу до сих пор. Работники музея организовали научно-практическую конференцию, где ученые рассказали о результатах исследования на тему политических репрессий и голодомора. Имена расстрелянных здесь людей не установлены. После обнаружения останки перезахоронили. Мы организовали экскурсии, уроки, встречи и круглые столы, просмотр фильма о жертвах репрессий, чтобы подрастающее поколение помнило эту трагическую страницу истории. Больше полутора тысяч граждан получили бесплатную юридическую помощь в Алматы в рамках республиканской акции «Народный юрист». Представители государственных органов, а также квалифицированные юристы консультировали жителей по различным вопросам. Это уже пятая масштабная акция, которая проводится одновременно по всей республике при поддержке антикоррупционной службы, портала «Закон КИЗ», информационной системы «Параграф», а также Министерства юстиции. Наргиза Токижанова расскажет подробнее. Жилищно-коммунальное хозяйство, налогообложения и социальные вопросы. Тематика обращений самая разнообразная. Среди нуждающихся в юридической помощи люди из малообеспеченных семей, матери-одиночки, студенческая молодежь и другие. В рамках акции больше 40 представителей госорганов, а также свыше 100 квалифицированных юристов и адвокатов внимательно изучали суть дела каждого. В связи с тем, что ежегодно потребность возникает, приходит все больше людей, и данный вопрос касается не только консультации, но и решения данных вопросов. Это вопросы связаны с городостроительством, земельными отношениями, банковской сферой и другие. Добавлю, проект стартовал в 2016 году. В нем приняли участие больше 8 тысяч экспертов. А юридическую помощь получили свыше 165 тысяч человек. Главная цель – повышение правовой грамотности населения. Проект охватил не только крупные города, но и около 200 населенных пунктов страны. Мы охватили не только все города нашей страны, а также мы дотянулись и пришли в населенные пункты, в удаленные аулы. Особое внимание мы уделили регионам, которые у нас пострадали при паводках. Горожане активно обращаются к специалистам для получения правовой помощи. В этом году консультацию получили больше полутора тысяч алматинцев. В скором будущем масштабы проекта планируют увеличить. Наргиза Токижанова, Валентин Лобанов, 24КИЗ, Алматы. Казахстанцам могут разрешить устанавливать на своих домах солнечные панели мощностью до 200 киловатт. Причем они могут продавать электроэнергию в республиканскую сеть. Правда, речь идет о лимитированном излишке. О развитии возобновляемых источниках энергии в стране говорили на очередном третьем фестивале «Казак Гринфест». Казахстан по-прежнему твердо нацелен вырабатывать электричество с помощью ВИЭ. Уже к 2030 году его доля составит 15% от общего числа генерации энергии в стране. Тимур Сапар продолжит тему. Фестиваль «Казак Гринфест» уже не первый год становится уникальной площадкой, где пересекаются интересы всех участников энергетического рынка Казахстана и государства, и производителей, и инвесторов. Зеленое название у фестиваля неспроста, ведь наша страна, как и весь мир, взяла курс на устойчивое развитие возобновляемых источников энергии. Проще говоря, у нас намерены все больше генерировать электричество за счет солнца, ветра и воды. Конечно, нужно навести порядок в электроэнергетике в том числе генерацию, в том числе инфраструктуру, в том числе системы накопления и другие механизмы. Это балансирующий рынок, это единый закупчик и все другие составляющие, без которого электроэнергетика, как большой корабль, не сможет плыть дальше. Казахстан обладает богатыми ресурсами возобновляемой энергии. Казахстанские энергетики уже разрабатывают целый пул проектов по развитию электросетей с активным внедрением ВИА. Усиление электрических сетей южной зоны, объединение западной зоны, это ЕС Казахстана, это строительство от линии постоянного тока севера на юг, это усиление электроснабжения города Астана и так далее. Сегодня наибольшее количество ВИА сосредоточено на юге страны, заметили спикеры. В стране уже ввели 148 объектов, возобновляемых источников. Доля их выработки пока колеблется в районе 6% от общей генерации, при том, что уже через 6 лет этот показатель должен составить 15%. Шкода вернулась на казахстанский рынок. С моделями автомобилей чешской марки покупатели теперь могут ознакомиться в новом автосалоне «Алюр». Сегодня его официально открыли для большой аудитории. Просторный шоурум находится в самом центре левого берега столицы на пересечении улиц Туран и Саганак. Новый шоурум казахстанская автокомпания «Алюр» встречает вот с таким внедорожником представительного класса от «Шкода». Это первая ласточка европейского бренда, представлена на казахстанском рынке. Автолюбители чешской марки ее ждали. Один из них Сергей Волков. Он признается, а первое, что впечатлило – удобные сидения. Очень много регулировок, то есть можно подстроить под себя. И еще, что понравилось, это очень большой внутренний объем. То есть очень много пространства для пассажиров второго ряда и очень большой багажник. Но и по качеству гораздо лучше, конечно. То есть это как бы новый уровень развития «Шкоды». Пока всем доволен. Проехал на данный момент 600 километров. Все устраивается. Первая машина чешской марки была продана в Казахстане больше 20 лет назад. «Шкода» «Октавия». Тогда модель пользовалась невероятным успехом. Возвращение бестселлера, но только уже четвертого поколения официально дистрибьютор обещает во второй половине года. Доступны казахстанцам будут «Савкарок» и «Камик». На данный момент «Кадиак» стартует о стоимости 16 миллионов 990 тысяч тенге, что является очень конкурентным и качественным продуктом. Дополнительно также у нас имеется шоурум «Джитур». В модельной линейке «Джитура» четыре автомобиля. Все они доступны в кредит, в рассрочку по самым выгодным условиям. Автомобили все казахстанского производства. Цены на автомобили стартуют от 10,5 миллионов тенге. Они варьируются в зависимости от комплектации. Однако в шоуруме обещают по программе «Алёрфинанс» комфортные условия подберут для каждого клиента. Новые решения о промышленной цифровой и интеллектуальной трансформации, а также серию флагманских продуктов представила компания «Хуавей». В Астане прошла заключительная часть одного из ключевых мероприятий в мире технологий и коммерции «Хуавей Роудшоу». Событие охватило 8 стран Центральной Азии, став платформой для обмена знаниями и идеями между ведущими экспертами, главами корпораций, представителями бизнеса и правительственных структур. Тема продолжит Сабина Балашкина. Каким будет интеллектуальный цифровой мир в будущем? Своё видение представила «Хуавей». Партнёров и заказчиков ознакомили не только с бизнес-стратегией компании, а также презентовали инновационные IT-технологии и решения для различных отраслей, включая образование, здравоохранение, государственное управление и финансы. «Хуавей Роудшоу» собрал в столице больше сотни партнёров. Самое главное наше преимущество, конечно, это первая продукция, оборудование. Самое главное, первое, это безопасность. Это самое важное. Все хорошо знают, что вот это Центр, на них важный, это ICAT-инфраструктура. Второе, это надёжность производства. И третье, это станововые условия. Компания «Хуавей» уже много лет сотрудничает с Казахстаном, помогая развивать цифровую инфраструктуру и внедрять передовые технологии в различных отраслях. Только в прошлом году «Хуавей» приобрела 40 тысяч партнёров на корпоративном рынке по всему миру. В двух словах скажу. Реально. Цена, качество соответствует. Решений много, понимаете? Очень много решений. И разные решения предлагают. Но определенный заказчик, у каждого заказчика находит свои решения. Амин «Хуавей» он как бы и качественный, и хороший. Компания «Хуавей», мы с ней работаем с 2017 года, реализованных проектов достаточно. Доверие и поддержка клиентов и партнёров по всему миру это то, что даёт компании «Хуавей» идти вперёд и расти. Сабина Балашкина, 24КЗ. Церемония закрытия чемпионата по бочи прошла сегодня в столице. За звание лучших боролись 90 пара спортсменов из всех регионов страны. Впервые участие приняли сборные Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. С достойным выступлением пара спортсменов поздравил председатель Сената Маулен Ашимбаев. Он отметил, что победители республиканского первенства примут участие в международных соревнованиях в Польше и Бахраине. Соревнования прошло в соответствии с международными стандартами. В целом, мы видим, что растёт интерес к боча. Мы видим, что во всех регионах появляются секции, открываются новые федерации. Я всегда об этом говорю, что боча – это не только паралимпийский вид спорта. Это движение в нашей стране. В столице стартовал республиканский турнир среди юношей по национальному виду спорта Ассакату. В этом году в соревнованиях принимает участие рекордное количество учеников, участников – больше 130 спортсменов из разных регионов страны. Они 2014 и 2016 годов рождения. Напомню, что Ассакату входит в программу всемирных игр кочевников, которые пройдут этой осенью в Астане. Сегодняшний чемпионат в целом даёт возможность пропагандировать национальный вид спорта Ассакату, развивать его. И это является одним из способов возрождения национального вида спорта. В целом, это является одним из видов спорта, который развивает мелкую моторику детей. Это первое. Второе – это даёт возможность детям развивать зрение. В Петропавловске студенты колледжей и волонтёры вышли на субботник. Там проходит эко-марафон «Чистые берега рек». Добровольцы прошлись вдоль береговой полосы. Озеро пёстрое. Молодые люди очищали территорию от бытовых отходов и бурелома. По замыслу организаторов, простую уборку превратили в соревнования. Сегодня убирают мусор три вида. Это стекло, пластика и бумага. И мы, то, сколько собрал, мы будем это всё взвешивать. И за первое, второе, третье места мы будем дарить сладкие подарки. Цель нашего мероприятия – чтобы наша молодёжь, именно молодёжь вела здоровый образ жизни.